Здравствуйте! В этом году многие овощеводы заметили, что собранные перцы очень-очень плохо хранятся. Они становятся, покрываются какими-то пятнами, гниют, становятся вот такими неприглядными, и в пищу употреблять, конечно, вот такие вот подгнившие плоды перца нельзя. Почему вот в этом году происходят вот такие неприятности с перцем? Во-первых, были очень сложные погодные условия весной и летом, которые сдвинули ритм развития многих овощных культур и отодвинули сроки как цветения, так и плодоношения, и это очень сильно сказалось и на перцах. И мы вынуждены срывать перцы недозрелыми, но и в этой погодной условии этого года очень благоприятны были для развития различных грибковых заболеваний. И они, вот вспышка этих грибковых заболеваний прошла именно в тот момент, когда перцы не достигли даже технической зрелости, не говоря уже о биологической зрелости. И в этот момент растения были очень уязвимы, и патогенные микроорганизмы проникли в растения, но пока растение еще росло, они так сильно и вольгодно себя не чувствовали. А вот когда мы собрали и внесли, вот здесь-то они начали свое губительное развитие и привели к тому, что перцы начали гнить. При неблагоприятных погодных условиях растения впадают в стрессовое состояние. Они получают стресс, и у них очень сильно снижается иммунитет. Вообще растения способны сами в какой-то степени защититься от разных патогенных микроорганизмов, от разных болезней, но испытывая стресс, и при пониженном иммунитете растения перестают так активно сопротивляться патогенным микроорганизмам, и буквально малейшая ранка, буквально какая-то точка ослабевания кожного покрова приводит к тому, что микроорганизм быстро внедряется внутрь плода, и начинается его гниение. Что делать? Вот в этом году лучше всего перца на хранение не оставлять. Перец в биологической спелости, когда он уже приобрел характерную для сорта окраску и характерный вкус, хранится в течение двух месяцев при температуре около нуля, ну, где-то плюс один градус примерно. В этом году что нужно сделать с перцем? Если вы вынуждены их собрать в технической спелости, то ли с зелеными, но хотите все-таки их довести до биологической спелости, кладем их на дозаривание. Дозаривание проводим при температуре 9-12 градусов в течение 5-20 дней. Вот тогда перцы уже и наберут характерный вкус, и у них будет более яркая и более насыщенная оболочка. А потом вот такие вот дозаренные перцы можно хранить где-то в течение полутора месяцев, ну, где-то при температуре около нуля. Но лучше всего перцы все-таки не хранить, а перцы переработать. Из них делаются прекрасные различные заготовки, которые консервируются, и перец можно морозить. Перец отлично сохраняется в морозилке практически до нового урожая, и при размораживании он не становится таким водянистым, а замороженные перцы можно даже фаршировать. Надеюсь, мои советы помогут вам правильно сохранить перец и лакомиться этим полезнейшим овощем круглый год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова